Челябинск сегодня вообще богат на форуму, и они все международного уровня. На другой площадке тоже представители Евразийского экономического союза. Правда, обсуждают уже не строительство, а торговлю и борьбу с терроризмом. На этой площадке работала Юлия Савосина. Она собрала ключевые темы и готова поделиться. Челябинск принимает международный форум Евразийского экономического союза 2016. Это экономический союз между пятью странами. Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Организаторами форума выступает фонд развития евразийского сотрудничества. Всего в форуме принимают участие порядка 100 человек. Это представители Государственной думы, администрации президента и Совета Федерации. Также на форум, конечно же, приехали представители стран-участницы. Организаторы отмечают, что для региона проведение форума именно в Челябинске положительно повлияет на развитие Челябинской области. Это привлечет опять людей, это привлечет инвесторов, это повысит привлекательность Челябинска как города для жизни, то есть как некого общественного, делового и культурного центра. Я считаю, что наша сегодня основная задача сделать так, чтобы на базе Челябинской области количество мероприятий, которые проходят, качественно увеличивалось. Работа участников проходила на трех площадках. Это политика, экономика и безопасность. Особое внимание было уделено как раз-таки последней теме и обусловлено это существующими в данный момент военными конфликтами, например, в Сирии. Стратегия коллективной безопасности ОДКБ, которая принята в Ереване 14 сентября 2016 года, и она на период до 2025 года впервые в системном виде ставит комплекс мер, нацеленных на превентивное реагирование, выявление кризисных ситуаций, блокирование на ранних фазах вот этих вот негативных проявлений председательной активности. Широко на форуме обсуждаются вопросы экономического взаимодействия между странами Союза. Так, например, в своем докладе советник министра по экономике и финансовой политике Евразийского экономического союза доложила об уже существующих результатах. Например, с 5 октября этого года вступила в силу соглашение между ЕС и Вьетнамом о зоне свободной торговли. Такие же соглашения в будущем планируется заключить с Индией, Египтом и Израилем. Уделили в этом блоке внимание и региональным проектам. Челябинск перед участниками форума презентовал проект транспортно-логистического комплекса Южно-Уральский и предложил участникам форума и представителям стран ЕС поучаствовать в его реализации. Пример транспортно-логистического комплекса Южно-Уральский является хорошим примером для взаимодействия в рамках Евразийского, потому что экономические скрепы, они, безусловно, самые сильные и мы должны в рамках стран-участниц государств скреплять и развивать именно экономическое сотрудничество. Один из примеров является этот проект, который, в общем-то, должен показать и уже показал свою дееспособность, несмотря на нелегкую экономическую ситуацию. Что касается проекта железнодорожной магистрали Екатеринбург-Челябинск, то его также представили перед участниками на форуме, рассказав при этом о перспективах строительства высокоскоростной ветки до Астаны. Этот проект позволит повысить не только торговый поток между Челябинском и Казахстаном, но и пассажирский поток. Также челябинские представители предложили внести этот проект в итоговую резолюцию, которая будет составлена в конце форума, а затем вместе с остальными предложениями будет направлено руководство Евразийского экономического союза. Юлия Савосьна, Айдар Насыров, ОТВ.